Последние месяцы кибератаки буквально захлестнули практически все отрасли российской экономики и все типы компаний. И кто же ключевое лицо в компании, принимающей решение о том, каким образом строить защиту? Ну, естественно, это топ-менеджер. О том, что такое кибербезопасность для топ-менеджеров в таком важном сегменте, как банковская отрасль, мы сегодня и поговорим вместе с Павлом Климовичем, независимым экспертом. Павел, привет! И Романом Чеплыгином, директором направления по бизнес-консалтингу Positive Technologies. Привет, Рома. Ром, привет! Смотрите, после 24 февраля у нас очень много что изменилось. И в любой организации деятельность гораздо шире, чем просто эксплуатация цифровых решений. Поэтому давайте поговорим о работе бизнеса в последнее время. Что изменилось в масштабах деятельности компаний? Павел, давай с тебя начнем. Ну, однозначно, изменения произошли. И достаточно большое количество изменений произошло в производственных, конечно, компаниях. Соответственно, нарушение привычных цепочек поставок, уход каких-то понятных рынков сбыта, вопросы замещения. Но и в банковской сфере точно так же, может быть, чуть в меньшей степени изменения происходят. Безусловно, чуть меньше с чем это связано, с тем, что нужен какой-то период для того, чтобы понять, какие все-таки изменения, где вот то самое дно, да, какие изменения наступают, как это аффектит на банковские бизнес-процессы. В первую очередь изменения затронули каналы связи, то есть контроль на каналах связи, проблемы, связанные с возможным проникновением внутри банковскую сеть. И здесь, конечно, история с пандемией, которая вот посадила большое количество сотрудников на удаленку, она также имела, была в фокусе внимания для того, чтобы проанализировать, на самом деле, большое количество удаленных рабочих мест, как влияет в условиях новых реалий, в условиях киберугроз на банк. Вот ты так сейчас достаточно гладко описал ситуацию, ну, мол, пандемия, атаки, ну, ведь вот что-то неожиданное, хардкорное-то было, вот давайте об этом поговорим. Вот был у нас январь и был у нас февраль, а потом настал у нас март, а за мартом что пришел? Апрель. На удивление, а сейчас аж май. Вот что изменилось на границе с точки зрения активности хакерских группировок, с точки зрения, может быть, загруженности экспертных команд внутри компаний? Слушай, Вов, я добавлю чуть-чуть и как раз на твой вопрос, что поменялось, и про топ-менеджеров, да, то есть вот как раз это, наверное, тот момент уникальный, когда мы много-много лет рассказывали, что руководство должно участвовать в кибербезе, а руководство, ну, как бы участвовало, но глубоко не погружалось. И вот эти, к сожалению, февральские события, они уже не оставили шанса не вовлечься. Ну, то есть если раньше при разговоре про кибербез это в повестке уходило вниз куда-то, да, в топе, у топ-менеджера, у управления, то волей-неволей, Паш, наверное, то же самое происходит в финансовой секторе. Все топ-менедженты собрались, сгруппировались и, в общем-то, вникли, что произошло. Я не знаю, создают кризисные комитеты, они начинают разбираться, а что у них отвалилось. Ну, то есть реально, кибератака идет, они уже все проинформированы, и дальше, а что работает, что не работает. Вот самое первое понять. Насколько я понимаю, это является в том, что это лучшей практикой непрерывности бизнеса, создание вот этого кризисного комитета, выявление ключевых пострадавших областей деятельности, для клиентов, для внутренних процессов, для партнеров, и формирование правильного набора экспертизы и коммуникаций. Ну, то есть вот ты уже руководитель, да, ты у руля, ты капитан, твой корабль идет, к сожалению, там, движется на айсберг, и ты должен принять правильное решение, отдавать команды, и исполнители, они должны обладать там знаниями, компетенциями, чтобы эти команды выполнить наилучшим образом. И вот эти наборы, группы, реагирования, кризисные группы, они, с одной стороны, стали, ну, скажем так, решением, с другой стороны, в них вошли все топ-менеджеры, первые лица. Прямо все. Есть, Паш, вот, может, расскажешь, кто правильно должен туда быть? Я бы сказал бы сначала, ну, во-первых, изменились сами команды, команды антикризисного управления. Вот кто туда входит сейчас, да, прям, перечислен параллельно? Действительно входят все представители блоков информационной безопасности, безусловно, входит IT, безусловно, входит высший топ-менеджмент, который принимает стратегические волевые решения. Ну, скажем там, финансовый директор, директор по развитию бизнеса, операционный директор входят? Операционный, финансовый и по развитию бизнеса, безусловно. Генеральный директор входят? Еще мы наблюдаем... Здесь название должностей у всех по-разному, Главное, что это представители как раз основных бизнес-блоков, основных поддерживающих подразделений. И что замечаю я лично, что больше, ну, сейчас, естественно, большее количество технических специалистов, причем не обязательно очень высокого уровня должности, но с очень высокими знаниями и компетенциями, также вовлекаются в заседания оперативных штабов, в заседания вот этих антикризисных органов управления, потому что их мнение там ценно. То есть это не обязательно большая должность, это главное, что нужны компетенции. И важно, чтобы вот этот коллегиальный орган антикризисного управления был гибким в своем составе. До пандемии это были определенные лица, как правило, компании в своих BCM-документах имели какой-то фиксированный перечень, кто входит в этот орган. Он был достаточно стандартным. Во время пандемии большое количество кадровых работников входило в эти антикризисные органы управления. Кадровых это кто? Безусловно, это управленцы, кто принимает решения с точки зрения персонала, с точки зрения найма. Сейчас ситуация чуть-чуть меняется, и из-за изменения ситуации меняется и состав коллегиальных органов. Как мы уже сказали, большое количество IT-специалистов и специалистов кибербезопасности сейчас, наверное, главную скрипку играют в этом оркестре. Вот 1 мая Владимир Путин подписал указ, в котором сказано, в общем, две очень простые и понятные вещи. Первое, что должен быть в каждой компании заместитель и руководитель компании, обеспечивающий управление контролем вопросов информационной безопасности. И второе, что до 2025 года компании должны избавиться от решений по кибербезопасности из недручных стран. Форсирует ли это как-то, по вашему мнению, вот работу этого коллектива, который, вы сказали, появился после 24 февраля? Вносит ли этот указ какие-то еще дополнительные и без того, на самом деле, достаточно большие факторы стимуляции? Или это просто, ну, как бы уже законодательное утверждение, как бы официализация того, что вот эти органы управления безопасностью компании уже образовались? Ну, давай я начну с ответом. Смотри, как получилось. То есть, когда компании столкнулись с массовыми, их реально увеличилось количество атак, и они стали таргетированными. Мы посмотрели по аналитике, вот по нашей, да, позитивной. То есть 70% всех атак стали адресными. Не просто такое вот покрытие, что-то поискать, пощупать, Адресными, то есть направленными на конкретную компанию. И там персданные, конфиденциалка, утечки и остановка процессов. То есть вот три основных цели, да? Разрушительные. Разрушительные. То есть они стали адресными и разрушительными. Что добавилось? Добавился пиар. Ну, согласись, мы никогда не видели в интернете, в открытых ресурсах столько сведений о киберинцидентах. Я уверен, что это единицы процентов по сравнению с тем, что... Пять, мне кажется, максимум. То есть уже, можно сказать, топы, они тоже как бы поняли, что их роль... Ну, это касается первых лиц. Там же даже были события в СМИ, в первых передовых СМИ, где топ-менеджмент компании был вовлечен как раз в этой ситуации. Они поняли, что их роль важна. Дальше увидели следующее, что принятие решения по отражению атак в крупных корпоратах, сложных, бюрократизированных, без политической и управленческой власти не работает. А надо было двигаться очень быстро. Закрывать доступы, блокировать какие-то привычные каналы связи, которым удобно пользоваться высшему руководству, дабы предотвратить катастрофу. Что нужно? Нужна воля, власть, полномочия. Там где-то... Ну, соответственно, пришли генеральные топ-менеджменты компании и начали это все делать. Дальше компании обрели, повысили свой уровень вайпанизации, киберобороны. То есть сейчас они чуть-чуть так как бы выдохнули, побольше защитились, там, от DDoS, веб-приложения защитили, внутренний почистили, там, какие-то вещи. И привыкли. И привыкли, ну, что каждый день атакуют. И вот тут главное не растерять вот этот темп и динамику. То есть, с одной стороны, что сделал закон, который ты спрашиваешь? Он уже вводит персональ на уровень топ-менеджмента, обладающий теми полномочиями, которые требовались в вот это кризисное условное время. Чтобы это была не непривычная роль, разовая, да, в кризисе для топ-менеджмента, чтобы это был полноценный лидер, обладающий нужными полномочиями и работающий, в целом развивающий кибербез, обладая этими знаниями, функциями и принятием решений. И это хорошо. Это с точки зрения законодательства. А с точки зрения реализации защиты, тоже важно, чтобы, там, не важно, усилились или привыкли, да, но важно, чтобы сохранили динамику и довели вот это усиление кибербороны до работающего, ну, такой системы, постоянно мониторивающей, выявляющей, что происходит и, как бы, защищающей компанию от разрушения. Здесь я бы немножко еще дополнил тебя в двух моментах по поводу информационного поля. Действительно, эта тема такая, ну, достаточно осторожная, и большие компании вовне сообщают что-то очень осторожно, очень взвешенное. Как правило, такие коммуникации даются тогда, когда шило из мешка уже торчит, и его невозможно утаить. Мало того, компании стараются сказать, что, ребята, все хорошо, не так все и страшно. На самом деле, да, но это, ну, что такое ерунда? А все, ну, в общем, информационных каналов-то полно, и все говорят, ребят, ну, вы чего, ну, везде же пишут совершенно обратное. То есть реакция со стороны пресс-службы компании как-то тоже должна адекватно реагировать на то, что происходит? Мы видим позитивные изменения, мы видим все чаще и чаще адекватную реакцию на то, что происходит. И я вот наблюдаю по, там, 13, у нас сейчас 13 систем назначимых банков, как эти банки работают в информационном внешнем поле. Я вижу, как моментально в Телеграме публикуются сообщения от крупных банков, что действительно мы подтверждаем, что есть сложности. даются настоящие реальные прогнозы, когда они могут быть устранены. И в этом я вижу, как бы, большой плюс, потому что пользователи, клиенты чувствуют вот эту связь. Все понимают, что это происходит, все понимают, что это что-то не очень хорошее, но меня информируют, и у меня есть больше доверия, у меня есть хотя бы понимание, потому что, как бы, беспокойство наступает тогда, когда нет никакой информации. В этом плане я однозначно вижу эту позитивную динамику. А с точки зрения, Ром, того, как мы привыкаем к нашим атакам, что мне думается по этому поводу? В отличие от санкционных каких-то пакетов, в отличие от вот этого воздействия, да, на нашу экономику, на страну, где можно, наверное, нащупать дно, мы его все, как бы, щупаем, и каждый раз мы видим, что еще что-то прилетает, киберугрозы, мне кажется, нащупать невозможно. То есть это история, которая, мы привыкаем к самому факту наличия, вот именно в таком масштабе, которого раньше не было. Но мы должны осознавать, что у нас нет горизонта, когда это может закончиться. Нет горизонта, это непрерывный, усложняющийся процесс. Разные воздействия, но когда готовится что-то массированное, централизованное, и когда это все выстрелит, мы не знаем. И несмотря на то, что есть определенная стоимость всех, а так, да, естественно, интерес к нашей стороне достаточно высокий, мне кажется, нам важно понимать, что мы должны всегда оставаться на готове. Мне кажется, бизнес-континьюитель, непрерывность деятельности, да, мы, с одной стороны, это то, чем ты профессионально занимаешься, а с другой стороны, это вот ровно то, что мы здесь показываем, и вот эта концепция исключения недопустимого, она как раз и говорит, что, конечно, мы настроены на лучшее, на развитие, на экономику, на рост, но при этом это развитие невозможно динамически, если у тебя будут большие, там, события недопустимые, которые тебе будут рушить бизнес, и не то, что там тебя откатывать назад, да, все усилия, но и просто, может быть, свернут работу организации или компании. По поводу недопустимых событий я хотел бы вот такую ремарочку вставить. Что происходит? Происходит переоценка. Какие события мы действительно считаем недопустимыми? И вот те анализы воздействия на бизнес, которые крупные компании проводили два года назад, где бизнеса, участвуя, естественно, вовлекаясь полноценно в этот процесс, пытались защитить и отстаивать все максимально. 35 моих страхов, да, важно, неважно, все надо, все важно, все критично. Естественно, все пытались это документарно подтвердить, и аллокация расходов никого не пугала. Сейчас произошел переломный момент, и я знаю, что во многих компаниях, у нас есть профессиональное сообщество, мы общаемся, стартанул новый процесс оперативной анализа воздействия на бизнес. По переоценке того, что действительно самое важное. Вот действительно сейчас. Потому что именно на этом самом важном сейчас компании будут концентрировать свою защиту. Именно это надо сохранить. Это здорово, потому что это как раз про цели полагания. Когда у тебя есть не 200 приоритетов из разных департаментов, вплоть до того, что Иван Васильевич не должен потерять вот эту вот бумажку. Там же штамп такой специальный, а мы штампы никому вот эти вот не показываем. Классический пример – это отчетность. Банки очень любят эту историю. Это регуляторное требование. Регулятор у нас достаточно серьезный. И все пытаются какую-то важную, может быть, не ежедневную, но ежемесячную, ежеквартальную или полугодовую отчетность засунуть в контур вот этого вот защищенного пространства, говоря про то, что ну как же, это же нужно. Это же иначе у нас что? У нас регуляторное последствие в виде, возможно, штрафов. А вот теперь на весы повесьте. Ваша вот эта вот отчетность, да, и вот у вас ярд рублей украли. Я бы еще и другое сказал. В текущих условиях, а они отличаются от тех, что были раньше, регулятор тоже по-разному смотрит на финансовое сообщество. Тоже начинает. Без своих вот этих требований. Безусловно. Здесь нужна определенная поддержка в какие-то моменты. Ну, про системно значимые банки это точно абсолютно, потому что там системно значимые банки, 13, они обеспечивают 77%, по-моему, вот такие сведения, всего всех банковских активов. Безусловно, да. И здесь можно тоже договариваться. И с регулятором есть диалог. Он идет, постоянный диалог. И, конечно, приоритизация сейчас выходит на новый уровень. Она пересматривается. Смотрите, а если говорить про сами компании, ну и про банки в частности, насколько вот эта ситуация, которая сейчас с нами происходит, насколько вот это изменение целеполагания, насколько образование вот этих органов управления безопасностью компании изменяет внутренний процесс внутри организации? Ведь это же процедуры общения, установленные документы оборота. Это же огромные системы с множеством тысяч человек, приложений, процессов. Это же очень сложно. Мне кажется, изменения происходят не на всем ландшафте. Если говорить, например, про финансовые организации, опять же, вспоминая на то, что проходит переоценка в ходе анализа воздействия на бизнес, переоценка того, что для нас наиболее критичное, естественно, в наиболее критичных областях деятельности того или иного банка сохраняется максимальная бюрократизация, если она направлена ровно на безопасность. В каких-то других областях, достаточно смежных, или в областях, ну, внутри банка, больше обеспечивающих, безусловно, меняются подходы, меняются алгоритмы. Ну-ка, вот смотри, Павел, ты сейчас так говоришь, как я слышу, что, ну, в общем, да, естественно, там меняются процессы, но, блин, ну вот тебя сегодня хакнут или уже хакнули, тебе вот не до того, что вот эти все... То есть тебе надо резко, быстро реагировать или быть готовым. Быть готовым. И это как-то, мне кажется, сильно меняет вообще парадигму мышления внутри компании. И это целеполагание, ребят, вот этого не должно произойти, раз, два, три, остальное все, пусть будет. Оно сильно меняет отношение внутри организации к тем бюрократическим процессам, которые есть. Вот вы видите изменения вот этой процессной составляющей с учетом приоритизации темы кибербезопасности? Или, скорее, это сейчас пока реактивная какая-то реакция, может быть, где-то защитная? Смотри, что вот я вижу. С одной стороны, сейчас все нацелены на исключение недопустимого, устранение атак, последствий и так далее, восстановление. И, как мне кажется, ты сейчас с точки зрения индустрии, там, да, отрасли поправь, что правила, а уж тем более документы, вот, процедуры, они прямо отошли даже не на второй, а на десятый план. И мне кажется, что кризисные комитеты как раз-таки, они тоже работают по определенным базовым принципам, но дальше уже исполнение, восстановление, оно идет вот на уровне компетенции, конкретной ситуации и управление именно ей, невзирая, там, на правила игры. Сейчас я хочу еще добавить момент. С точки зрения регуляторики, что мы видим, да, то есть у нас, ну, не секрет, там, периодически всплывают вопросы в адрес регуляторов, то документы устарели, то они долго не упускаются. Мы сейчас тоже видим такую динамику, что документы выходят очень быстро, они выходят, задают тон, но где-то там не углубляются в какие-то сложные вариации исполнения, не пытаются найти золотую пуль, они не сдают направление, да. И это хорошо с двух моментов, во-первых, тон задан наверху, и уже все туда побежали, в ту сторону, куда указали, да, с одной стороны, с другой стороны руки развязали, ну, то есть ты можешь исполнять и достигать этого состояния любым образом. Вот в компаниях, мне кажется, там происходит такая же, похожая, похоже, постбаланс. То есть все равно еще вот это вот легоси, наследие такое бюрократическое. Да, идет поиск баланса, потому что там бюрократия, это не всегда плохо, зачастую, да, зачастую те механизмы, которые были выработаны годами, они работают эффективно. Мы не можем сказать, что мы сейчас находимся в каком-то там устаревшем, условно говоря, там, состоянии, да, тем более там финансово-банковская отрасль, она достаточно серьезно зарегулирована, поэтому поиск баланса происходит в отношении оперативности принятия решений. Безусловно, оперативность ускорилась, то есть решения принимаются уже не днями. ЦБ там выпускает, мы видим документы и решения, вот эти, связанные с процентными ставками, с валютой. Реакция очень оперативная, но сами процессы внутри, когда они осуществляются, да, там вот этот вот поиск баланса, он остается, и если есть возможность не отходить на какие-то непроверенные до конца решения, если такая возможность есть, соответственно, ею пользуйтесь. У меня последний к вам вопрос. Если можно, очень краткий ответ в виде цифры. Когда мы говорим о том, что до 2025 года должно быть полное замещение продуктов по безопасности внутри критической инфраструктуры на продукты из дружественных стран, ну и, соответственно, из России, какой, по-вашему, процент решений должен быть замещен? Ну, вот если взять вот 100% всех решений по безопасности в банковском секторе, вот этот указ говорит о том, сколько процентов в среднем нужно заместить. Ну, давай начну. Есть такой... Если можно кратко. Да, кратко. Есть фраза «суверенитет», и суверенитет — это возможность компании оперировать независимо от происходящих, или с минимальной зависимостью от происходящих вокруг факторов. Лично, по моему мнению, да, так, как безопасника, я хотел бы все заместить. Ну, объективно, мы видим, отключили какое-то устройство импортное, все, защита пропала, потерялась. То есть, ну, наверное, это не всегда возможно, не всегда экономически целесообразно. Поэтому отвечу так. На критичных узлах, точках, процессах, деятельности, где могут быть недопустимые события, там, ну, однозначно 100% замещение. Остальное... Нет, 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 сколько процентов... Ну, вот сейчас сколько процентов должно быть замещено? Вот смотри, к 25-му году должно быть 100%. Вот смотри, на турбине 100 надо заместить. Нет, ты не понял мой вопрос. Смотри. Вот сейчас есть какой-то процент доверенного, скажем, программного обеспечения. Какой-то процент недоверенного. Вот этот процент недоверенного должен быть замещен к 2025 году. Вот этот процент недоверенного, это сколько? 5 процентов? В моменте, в моменте. 80 процентов. Как много нам работы предстоит, да? Сейчас, сейчас, да. Каков наш объем работы? Ну, давай так. Порядок может быть. Моя какая-то такая интуитивная оценка в районе 50. Ну, прямо меньше. Так, твоя, Павел. Я не мог бы ни возразить, ни подтвердить 50. Я вот хотел бы сказать, что здесь большое значение будет иметь качество. То есть, если мы получаем какие-то дружественные там или отечественные продукты, и они отвечают действительно критериям качества, то, естественно, постепенно надо двигаться к тому, чтобы замечать все. А если мы понимаем, что решения сыроваты, что решения еще требуют каких-то доработок, это нормальная абсолютно история, особенно в сжатые сроки, то здесь мы должны быть немножко осторожны, здесь мы должны вспомнить пренеприванность бизнеса и действовать поступательно, анализируя то, какое качество мы получаем. Соответственно, вот мне кажется, это важный момент обращать внимание не только на цифры, не только на факт, но и на то, как это получается сделать. Ну, говоря про цифры, если судить по публичным источникам информации, то из России ушло множество зарубежных андоров в области информационной безопасности, общий объем рынка которых был порядка 80 миллиардов рублей. Если судить по цифрам, опять же, публичным, то общий объем рынка кибербеза в России в 2021 году был где-то 150 миллиардов рублей. Ну, соответственно, да, примерно половина – это тот объем решений, который нам предстоит заменить. Срок, казалось бы, ну, 25-й год еще далеко, но с учетом того, что решения эти непростые в инсталляции, непростые в настройках и в интеграции, то, можно сказать, время очень сильно поджимает. А кибербезу российскому это придает достаточно большой стимул и дает хорошую такую почву и возможность для работы. Спасибо большое. Это была кибербезопасность для топ-менеджеров.